Первый гибрид линейки Рексвана по детерминатным томатам называется Гвастанте или 73703. Мы также вместе с вами его активно испытывали в Каминский Дубровском регионе. Мы его позиционируем в сегментах. Как мы считаем, что это одни из наших основных конкурентов в рынке с томатов по детерминатным, по детерминатным, по детерминатным. Чем отличается этот гибрид от конкурентов? В первую очередь его устойчивостью. Как для повод этого он имеет очень большую линейку устойчивости. В первую очередь он устойчив к водоросфориозу, кинематологии и к вирусу желтых лучевых листьев. Ну, помимо того, что он имеет садакную устойчивость к вирусу томатного мозаики и вертициллиона. Чем этот гибрид интересен? Он имеет хорошую силу роста, при этом это растение открытое. Хорошо вяжет стабильно то, что интересно для наших стерлиок. 5-6 пистей, которые они обычно используют, но он имеет потенциал 6-7 и более пистей, если это необходимо для наших производителей. Хорошо вяжет при низких температурах. Также хорошие отзывы при стрессовых условиях, когда у нас начинаются перепады с погодой. Масса плода его получается около 180-100 грамм. На первых кистях он может получиться крупнее. Плоды очень плотные, насыщенные красным цветом. Мы делали небольшие сравнения. Например, в одной теплице, в один сроке посева. Вы видите состояние растений, то есть по завязанности среднего яруса кистей, по наливу, по количеству плодов. В разрезе плоды он четырехкаменный, с хорошей плотной стенкой. Следующий у нас гибрид. Это гибрид Zulfia или 610. Мы его позиционируем в фермент. Чем хорош этот гибрид? Ну, в первую очередь, тем, что он ранний, дружный и неприхотливый. Если мы сравним растение, то его растение больше похоже на мохитос. То есть он не реагирует так сильно на гормоны, как реагирует, например, Атиэламина. После обработки плодов гормональными препаратами для завязывания плодов, например, 24D, 36C и все остальное, Атиэламина имеет свойство скручивать верхние листья, и потом они, получается, усеченные. И наши любимые фермеры очень этого боятся и считают, что это как бы так проявляется. У них первые признаки вируса. У Zulfia этого не наблюдается. То есть гибрид хорош, как для первого, так и для второго оборота. Плоды однородные, транспортабельные, красивые, ровные кисти хорошо завязывают в любых условиях, как при низких температуре, так и при высоких, за счет того, что у него более большая листовая пластинка, которая помогает растению себя хорошо балансировать. Плоды имеют свойство не мельчать без период выращивания, если мы правильно ведем нашу культуру. У нас появляется новый разоводный томат. Все мы его знаем. Скажем так, с кем мы испытывали этот томат в прошлом году и в этом году. В той же самой Каменке-Днепровской, в той же самой Харьковской области или Херсонской области. Он назывался РАЧ-3167. Это был наш внутренний код. Его перевели в следующую фазу. Теперь он будет называться 7399. На следующий год мы планируем большое расширенное испытание по всей территории Украины, которое нам позволит подготовить этот рынок и получить более объемную, полноценную информацию от наших производителей, что нравится, что не нравится. Его можно будет посмотреть в теплице. Так как мы снимаем с производства гибрид 7394, этот гибрид пойдет на замену. Этот гибрид имеет более крупные плоды, более стильное растение. Плоды не трескаются, они плотные. Гибрид позиционируется в сегменты. То есть это тот томат, который плотный, не трескается. Хорошо себя ведет в стрессовые условия. Хорошо ведет в первый-в второй оборот. Имеет хороший рост и высокую однородность плодов. И наш огурец, который вы знаете, мы начали его активно продевать в этом году. Это Кантара или 12306. Кпозиционируемый сегмент, который зашел три года назад в Украине. Чем он хорош, чем он отличается и чем он заслуживает нашего внимания. В первую очередь, чем он заслуживает его к своему вниманию, это качество плода. Если мы посмотрим на фотографии, то мы видим, что есть у нас наши основные гибриды. Кибрия, это считается наш основной гибрид Кантара. Кантара весь период выращивания как гибриды не теряет качество плода. То есть он держит колючку, он держит размер, он держит соотношение. У гибриды иногда бывают вопросы с тем, что в парке период времени немножко у нас страдает качество плода. При этом Кантара имеет хорошую силу роста растения. В отличие от того, что он закладывает не по одному кладу в пазухе, а по два-три, это тоже можно будет в нашей теплице. Также вы смотрите кладовую наруску, то есть потенциал, который может дать растение. Характеризуется равнеспелостью, дружной отдачей урожая. Высоким качеством зеленца, соотношения 3,2, горячей нет. Транспортабельный, приводен для выращивания к крему, так и в автономном обороте. Есть у кого есть вопросы? Спасибо за внимание. По вкусовым качествам Кантара, скажите. По вкусовым качествам Кантара имеет хорошее высокие качества. Можете прогручить и раскиплиться. Она пригодна для переработки? Я не готов на это вопрос, потому что подрочтение, что мы не рассматриваем сегмент кремочных огурцов как для переработки. Возможно, подойдет для переработки, потому что тот же самый Гибрид или тот же самый Черковский, он пригоден для переработки. У Кантара очень сходные родительские линии, что у тех и у тех гибридов. Понимаете? Поэтому я не готов сказать, что да, и не готов сказать, что нет. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.